Дорожные движения Я, в общем-то, как бы вожу машину, может быть, не очень часто. Ну, вот пару раз прям выскакивали, откуда-то непонятно. Для молодежи скутер – это своего рода фетиш. Что-то вроде варенок или косухи времен 80-х-90-х. Он добавляет крутизны и повышает рейтинг среди сверстников. Хотели бы купить скутер? Конечно. Зачем? Ну, как это зачем? Велосипеды уже вышли из моды, грубо говоря, и скутер – это классно. Это круто. Это очень круто. У тебя есть скутер, тебя любят телочки. Тем не менее, по закону скутер – транспортное средство. Таковыми двухколесные агрегаты признали в прошлом году. Их отнесли в отдельную категорию и обязали их владельцев иметь при себе соответствующие документы. Его водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение категории М. Отсутствие прав на скутер-мопед является нарушением правил дорожного движения. За него предусмотрен административный штраф. Это статья 12.7 Кодекса административных прав нарушения управления транспортным средством водителям, не имеющим прав управления транспортным средством. Влечет вложение административного штрафа в размере от 5000 рублей. Езда без прав – не единственное нарушение, за которое наказывают скутеристов. Превышение скорости управления транспортным средством в состоянии опьянения, езда без шлема или другой защитной экипировки, перевозка пассажиров. Все это – грубые нарушения правил дорожного движения, за которые придется ответить водителю или его родителям, если скутерист несовершеннолетний. К таким сотрудники госавтоинспекции особенно внимательны. Согласно принятым в прошлом году правилам, управлять скутером могут только лица, достигшие 16-летнего возраста. За все действия более молодых водителей мопеда отвечать придется родителям. Поэтому многие взрослые всерьез начали задумываться, стоит ли радовать своих чад подобным подарком. Хотя, конечно, это далеко не главная причина. Вы бы своему ребенку или внуку купили бы скутер? Ой, нет, не купила бы. Почему? Она, ну что, часто разбивается на скутерах, поэтому бы не купила. Многие молодые люди говорят, что ездить на скутере не опаснее, чем на любом другом транспортном средстве. От неприятностей на дороге не застрахован никто. Другое дело, если человек садится за руль, не зная правил дорожного движения. Такого, говорят сами подростки, быть не должно. Сейчас же ввели, по-моему, права на скутеры. То есть, естественно, это происходит обучение. То есть, ну, не как раньше, когда мог любой действительно сесть и вмазаться в первую же дереву. То есть, вы бы прошли обучение, получили бы права? Ну да, конечно. По данным Зареченского отделения ГИБДД, ни одна автошкола в городе обучение на право управления мопедом не проводит. С момента выхода закона о необходимости получения прав на скутер в Заречном не было выдано ни одного водительского удостоверения категории М. Светлана Демина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».